Фонд SCP содержит почти 5000 самых разных аномалий. Среди них и огромные неуязвимые ящеры и живые скульптуры. Есть среди них и космические явления, и даже концептуальные, такие как пустота и даже смерть. Для большинства из них разработаны условия содержания, позволяющие защитить человечество от их влияния. Все объекты размещены в своих камерах-коробках и всегда доступны исследователям фонда. Но только не Дада. Поначалу Дада кажется очередным безумцем, который каким-то образом овладел секретами создания аномальных предметов, и теперь вовсю пользуется своими умениями, чтобы делать таблетки с невозможными эффектами. Мало что ли таких уже было? И развлечудов, и левша, и чёрт знает кто ещё. Но Дада особенный. Вот например, видел его вообще хоть кто-то? Он же открывает свои безумные заведения то тут, то там. Арендует помещение, нанимает там людей, открыто размещает рекламу. Но никто никогда его не видел. Все, кто с ним работал в один голос, говорят, что после звонка о трудоустройстве, просто находили трудовой договор в кабинете начальника. Потом и деньги в размере своей зарплаты. Каждый раз вроде так совпадало, что Дада или куда-то отходил, или срочно уезжал по делам. Но никто его не видел. При этом его телефон появляется в каждой его рекламе. 1-800-AM-DADA. Как-то раз я позвонил по этому телефону. Тогда он мне ответил, но нёс какую-то чушь. Какие-то бананы, хомяки. Есть тут и кое-что ещё. Всемогущий фонд не может поймать его. Зато он сам вот так просто врывается в секретные внутренние сети SCP. Да ещё и заявляет, что весь фонд это просто горстка писателей ужасов. Огромная секретная организация, охраняющая великие тайны мира. И это горстка писателей ужасов. Как-то раз я стоял на улице и ждал служебного транспорта. Вдруг зазвонил телефон. Просто взял и зазвонил чёртов уличный телефон. И знаете, насколько мне тогда захотелось ответить на этот звонок? Что же? Я поднял трубку. При мне всегда куча микрофонов на всякий случай. Так что разговор был отлично записан. Алё, это Дада? Привет, здорово, да, как жизнь? Нормально, хорошо, хомяк, здоров. Чё я сказать-то хочу? Ты про меня узнать хотел? Ну, типа, всякое. Ещё на канале твоём спрашивают, что есть Дада. А додумный, Дада думать любит. Подумал, что полезно для бизнеса, чтобы на канале появиться, да. Так значит, да, да я да, значит, да. Обычный человек, у меня есть руки, ноги, голова ещё. Голова одна, хомяков много, они унесли кнопку для больших букв. Иногда бунтуют, да, так нормально, я мужик, верь мне. Ну так у кого хомяки не бунтуют? Хороший я капиталист, как все хорошие капиталисты люблю, когда хорошо для бизнеса. Ты верь, главное, Дада, нормально всё будет. Добрый день, уважаемый Дада. Я бы хотел с вами сотрудничать по вопросам бизнеса, как капиталист. И я вам, конечно же, верю. Но в наши дни хотелось бы убедиться, что вы вообще человек. Да, 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 человек. У него есть туловище, тело. У всех людей есть тело, да, и вот у Дада тоже есть. А, Дада проницательный, Дада понимает. Дада смотрит на хомяка, у него тоже есть туловище, руки, ноги, голова тоже. А он не человек. Ты не доверяешь Даде, я понял. Ты хочешь знать, что Дада типа человек. Я помогу тебе доверять Дада. Ты посмотри на ты трубе видео. Там Дада делает СМР. Это когда люди шепчут в микрофон. А Дада человек. Только человеки делают СМР. Смотри описание. Ссылка там, нажимай, да, успокойся. А еще цирк. Ты Дадовый цирк еще, смотри. Там юмор. Юмор значит смешно. Делай ха-ха. Как человек обычно делает, когда видит юмор смешно. Там видно, что и тело у Дады есть, и ха-ха Дада делает. Смотри, все как у людей. И хомяк тоже есть. Хомяк на фоне Дада человека. Люди любят Даду в цирк, потому что Дада человек. Он понимает других человеков и показывает чудеса. Вот лошадь с полосами. Ты когда-нибудь видел такое? Вот не видел. Кто-то. А у Дады есть такое и не такое есть. Ты смотри описание. Там Дадов цирк. Тоже Дада ха-ха делай. Дада умно придумал все, чтобы на канал попасть. Пата кола си си пи. Пата кола любишь, значит, а тут Дада. Да, я видел этот ролик. Не сомневаюсь, что на видео именно вы. Еще меня интересуют ваши методы. Дадов боргер. Он доставляется заказчику в прошлое. Как вам это удается? У Дады есть Амейзен Прайм. Это самые моднявые способы доставки. Дады доставляют быстро хорошо. Так что ты сегодня заказал, а вчера доставили. Нормальные ребята в прошлое везут и в будущее везут. Как надо себе везут. Аномалий нету. Обычные хомяки так делают. Ты верь, главное, Дада. Все хорошо будет. Нету аномалий и шмономалий. Зачем тебе аномалий? Давай бизнес лучше обсудим. Даду умный, да. Дада ловко сменил тему, ха. Значит, сделаю цельность, как ее. Конфиденциальность, о. Вот тут нет человеков. Тут я расскажу тебе тайну, значит. Когда ты хороший капиталист, надо конкурировать. Я решил конкурировать с Различудовым и сделать мелкого господина. Тогда я буду хороший конкурент. Конкуренция, значит. Зову его мистер Д. Вот сейчас сделаю и доставлю прямо в прошлое, как надо. А еще бизнес-тренинги Дадовые будут. Вот послушай, ты представляй успех. Главное. Тогда станешь как Дада. Успешный капиталист. Хорошо я придумал. Надо больше слов, наверное, добавить. А так нормально вроде. Давай обсудим теперь новые бизнес-идеи от Дада. А ну малей не надо обсуждать. Есть такая идея. Для жеребенка. Взрослые не трогают дети, только трогают. Они жеребенки. Набор инструментов лечебных, чтобы операция получалась, как у взрослых. Только у детей. Еще чудов поможет потом, после того, как поконкурирую с ним. А еще видеосалон, чтобы картинки смотреть, да кредита давать. Дада будет деньги давать, а потом еще больше забирать, пока люди фильмы смотрят. Кредит ования. Дада, когда соляри делал, кожу, темните, стирку, он закрылся. Но не беда, Дада капиталист-оптимист. Теперь Дада пончики продавать будет. Некоторые надкусанные, так потому что вкусные. Увидел надкусанный пончик, бери, самый вкусный. Еще Дада умный. Дада подумал. Зачем видеосалон, если нет фильмов про Дада? Значит кино будет Дады снимать. Кино про Дада 1. Кино про Дада 2. Кино про Дада 3. Трилогия. Иногда еще CCP читаю, там объекты всякие. А, это и горстки писателей ужасов. Сниму кино про них. А еще пылесосы делаю. Дада любит расширять бизнес. Не бойся, что он взорвется. Никогда такого не было, и вот опять. Но ты главное доверяй Даду, а когда взорвется, Дада не виноват. Ладно, хомяк зовет. Давай пока. Подождите, я хочу еще задать вопрос. А как вы начали бизнес? Как вообще появились? Появились? Что за вопросы? Будто аномалию найти хочешь. Хорошо, все. Аномалий никаких. Как CCP это. Они говорили 3-4, 4-8, что-то там. Боргер Дадова и картоха. А я что сказать хочу? Ты глянь, там, короче, фунт, PCP нашел бумажку. В ней будущее написано и прошлое. Нормальные и не аномальные мужики прошлое знают и будущее. А я записывал бумажку. Ты давай, почитай там. Пока. Все. В 2025 году поговорим еще. Ага, пока, давай. А вообще Дада немного намели. Дада прогорел. Боргеры и картоху сожрали чайки. Дада хочет обсудить совместный бизнес с МКИД. Они успешные капиталисты. Дада предложит им идею, от которой нельзя отказаться. Ну, давай, пока, короче, давай, пока. Среди потока этой чуши он упомянул SCP-43-48. Во время обыска заброшенного ресторана и бензоколонки, которые были обозначены как SCP-43-48, фонд SCP нашел несколько предметов. Среди них была записная книжка, в которой были записи с напоминанием о том, что все физические величины должны быть именно такими, как они есть, только для того, чтобы бизнес Дада работал. Дада настолько могущественная сущность, что может менять устройство мира. Во всяком случае, он может менять настоящее, меняя прошлое. Кроме того, есть такая запись. Замечательный бизнес Дада должен существовать и действовать в период с 1980 по 2020. Прекращение деятельности равно вторжение птиц, волков и других многомерных угроз. Они не любят Дада после того, как Дада перестал быть Дада. Также есть и другая запись. Фонд SCP будет ликвидирован в 2025 году, по возможности раньше. Слишком долгое ожидание равно нет революции, нет выпуска, нет капитала для аренды космического корабля Дада и центра переработки Плутония. Но это еще не все. При обыске SCP-3438 был найден некий SCP-объект, номер которого в умеющейся у меня документации закрашен. Но судя по тому, что он был найден вместе с разбитыми зеркалами и менял цвет от прикосновения людей. Вероятно, это был новый экземпляр SCP-093. Тот самый объект из Красного моря, который, если поместить на зеркало, открывает портал в другой мир. Дада пришел из того мира? Во всяком случае, это могло бы объяснить то, что он так плохо понимает суть происходящего в нашем. И главное, почему он говорит о SCP так, будто это какой-то сайт, где можно просто взять и прочесть истории? Иногда мне кажется, что Дада это самое странное, с чем имел дело Фонд. Он как будто знает все о нашем мире, как будто читает его как открытую книгу, как какой-то рассказ, но не может понять прочитанного. При этом пытается неумело вставить себя, вписать себя в него, извне. Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что не стоит пытаться понять Дада. Это просто что-то, что не должно быть понято. А еще я так и не понял, о каком он говорил канале. Неужто такое может быть, что кто-то рассказывает о секретных объектах могущественной тайной организации на ютубе? И что за ссылки в описании? Что за комментарии? Странно это все? Странно? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok